Материалисты говорят нет. Восточные религии утверждают, что человек живет несколько жизней, просто не помнит предыдущие. У христиан сложнее. Хорошие люди попадают в рай, плохие мучаются в аду. Ученые сегодня точно установили, что душа существует, и весит она ровно 21 грамм. Но как это проверить? Что такое смерть и что ждет человека после ухода из жизни? Об этом в нашем научно-практическом расследовании «Смерть как чудо». Елена Олег Первая четко слышала разговор врачей. На реанимацию у них было всего несколько минут. От мощных разрядов дефибриллятора тело женщины буквально подскакивало. Но результата не было. Через секунду Елена услышала длинный гудок реанимационных приборов. Ее сердце остановилось. Я пристроилась в верхнем правом углу под потолком. И все происходящее рассматривала. При этом, когда скорая открыла веки и сказала, что зрачку у рефлекса нет, я прокомментировала, ну как же вы можете судить об этом, я ведь вас вижу. Елена переживала клиническую смерть. Это единственный момент в природе, когда смерть обратима. А значит, у врачей есть всего 6 минут, чтобы сделать почти невозможное – вернуть человека с того света. При клинической смерти прекращается дыхание, кровообращение. Идет феномен, так сказать, такой арифлексии. То есть мышцы, тело теряет тонус. Где находится человек в момент клинической смерти, не знает никто. Однако после реанимации каждый, кто перешел грань между жизнью и смертью, описывает одни и те же ощущения. Легкость, блаженство и яркий свет. Значит ли это, что после смерти нет пустоты, а есть другая форма существования? В этот момент душа то ли отделяется, то ли она приобретает другое какие-то свойства, которые позволяют ей проникать через время и пространство и наблюдать какие-то вещи, которые мы в нашем обычном состоянии не можем наблюдать. И все сходятся в одном. Им как будто дается право выбора. Остаться с этим бесконечным чувством блаженства или вернуться на землю. Большинство выбирают второе. Возвращаться в собственное тело очень не хотелось. Начались ощущения слабости. То есть пока я парила, я была вполне весела. Мне было удобно, комфортно, я все это видела со стороны. И вот, кстати, к своему телу не было никакой, скажем так, ни нежности, ни привязанности. Вообще, вот тело и тело. Вот оно лежит, там с ним что-то делают. С самого рождения человек сталкивается с феноменом смерти. Ее трудно представить, но она неизбежна. Однако наука и религия сходятся в одном. Физическая смерть – это не конец. Ведь только за гранью жизни человеку дается чудесная возможность открыть для себя новую форму существования. Каждые 15 секунд на Земле рождается один человек. Каждые 18 секунд один человек умирает. В мире почти 55 миллионов человек умирает каждый год. Смерть – самая загадочная тема для всего человечества. Ведь жизнь каждого из нас строится на вере в бессмертие души. Все мировые религии сходятся в одном. Жизнь не заканчивается со смертью тела. Вслед за религией и современная наука приходят к выводу – смерть – это не конец, а переход из одного состояния в другое. Существует ряд переходов психических, субстанциональных, тонких переходов, которые все более и более уплотняются к проявляемому телу. Когда человек умирает, сначала распадается тело. Потом распадаются его психические оболочки. Известный ученый Константин Циолковский утверждал, что абсолютная смерть невозможна, потому что жива Вселенная. После физической смерти энергия человека не исчезает бесследно, а сохраняется в просторах космоса. Так появилась первая научная теория бессмертия души. По мнению ученого, с приходом смерти человеческое тело и сознание не умирают, а распадаются на атомы. Человек существует в виде некоторой информации, информационного поля после смерти. Вопрос только в том, является ли это информационное поле индивидуальным, или оно является частью коллективного сознания. То есть может быть два варианта. Либо вы сохраняете абсолютную индивидуальность и способность влиять на свою собственную информацию, каким-то образом ее интегрировать или не интегрировать в общее поле, или вы лишены свободы воли. Это значит, что после смерти каждый из нас станет чем-то вроде сгустка энергии, который несет в себе информацию о прошлых жизнях. Теорию Циолковского отчасти доказывает и квантовая физика, которая не исключает, что наша Вселенная многогранна, и вполне возможно, когда-нибудь нам будет суждено воплотиться в ином времени и в ином пространстве. Она допускает не только многомерность пространства, она допускает такое количество вариантов бытия, начиная от того, что наш мир является всего лишь, скажем, некой молекулой миллиарда миров, или турбовыходом в некое пространство. Она допускает... Ученые не могут, начиная с Семена Хокинга, точнее, начиная от Эйнштейна, еще раньше Гераклита и так далее, они допускают такое вариативное количество бытия. Многие из своих исследований Циолковский посвятил поискам бессмертия. Изучая древние труды, он пришел к выводу, что наши далекие предки постоянно искали способы отменить смерть. В то, что мертвое тело в первые дни после смерти можно вернуть к жизни, верили индейцы майя и африканские шаманы, язычники и древние буддисты. Даже большевики, искавшие бессмертие для своих вождей, считали, что смерть можно отменить. Как известно, большевики были очень озабочены физическим бессмертием и, в любом случае, продлением жизни. 1924 год. В холодном склепе под пристальным наблюдением специалистов, пропитанное глицерином тело Владимира Ленина, находилось уже 40-й день. Однако ситуация была критической. В любой момент могли произойти необратимые изменения цвета кожи. Чтобы сохранить тело вождя, создана команда из лучших ученых Советского Союза. На это брошены все силы отечественных исследовательских институтов. Был институт анатологии, может быть, он и есть, я не знаю, почему он не рассказал. Но это... Там для этого закупалась крайняя такая продвинутая аппаратура в Европе. Вот, очень тонкая. Этим интересовались также и в Европе, между прочим. Но, вообще-то, это было начато после, насколько я знаю, смерти Ленина. Все вот эти исследования. Но мало кто знает, что перед учеными стояла еще одна сверхзадача. Ленин должен жить. В кратчайшие сроки им было приказано вернуть вождя к жизни. Тайно тело Ленина вывезли в специальную лабораторию, где стали готовить его не к бальзамированию, как думали все, а к воскрешению. Тогда ученым казалось, что они смогут в кратчайшие сроки найти способ отменить смерть вождя. Институт анатологии. Там исследовали поведение трупа после смерти. И там ставили, как бы, электроды на труп. И там где-то на третий, на девятый день проходили вот на уровне микроэлектрических импульсов проходили такие, как бы, всполохи, вспышки, да, энергетические импульсы. А на сороковой день, там, после большой паузы, после девятого дня, на сороковой день проходило такое время, и вот на сороковой день большая волна, резкий всплеск, из полного молчания, и потом все. После сорокового дня наступало абсолютное молчание. Ближе всех к возможности воскрешения подобрался профессор Сергей Брюханенко. Спустя несколько лет после смерти Ленина в одной из воронежских лабораторий он начал проводить секретные эксперименты. Ученый пытался разработать метод, с помощью которого сможет оживлять людей. Свои опыты Брюханенко ставит на собаках. Но не выдерживая интенсивной терапии, животные одно за другим умирают. Тогда Брюханенко решает, если ему не удается оживлять, тогда нужно создать условия для искусственного поддержания жизни сознания. Эксперименты Сергея Брюханенко имели ошеломляющие результаты. Ученому удалось создать искусственную жизнь. Именно он впервые отделил голову собаки от тела и оживил ее. Но профессор хотел большего – оживлять людей. Он продолжил опыты на собаках. Во время одного из них он останавливал дыхание и работу сердца и таким образом намеренно создавал состояние клинической смерти. А затем при помощи созданного им аппарата искусственно поддерживал циркуляцию крови в организме мертвого животного. По представлениям классической медицины, неврологии, реаниматологии, клиническая смерть длится период ее от 4 до 6 минут в нормальных условиях. За этот период возможно при адекватно проводимой реанимации восстановить жизнь человеку. Это уникальное видео одного из экспериментов Брюханенко. На этих кадрах собака еще жива. Дыхание у животного ровное, сердце отлично работает. А это спустя несколько минут. Сердце собаки больше не бьется. Дыхание отсутствует, но кровь продолжает циркулировать. 5 минут, 10, 15, 24. И вдруг животное начинает оживать. Значит, метод Брюханенко работает. И смерть действительно можно обмануть. Опыты были на собаках, естественно. Были успешные эксперименты, когда это удавалось сделать. Хотя, естественно, большинство ученых возражают, что наши нежнейшие клетки мозга все не выдержат такой операции. Уникальность экспериментов Сергея Брюханенко в том, что он опроверг представление современных медиков о смерти. Но чтобы понять, выдержит ли человеческий мозг подобные нагрузки, нужны были опыты на людях. Некоторые исследователи утверждают, что они проводились и что ученым удалось возвратить умерших к жизни. Подтвердить эту информацию практически невозможно. В конце 30-х годов лабораторию Брюханенко закрыли и все опыты прекратились. Однако недавно исследователи нашли неопровержимые доказательства того, что существует секретный архив Брюханенко. И в нем не только результаты экспериментов, но и описание того, что видели люди в те 24 минуты после смерти. Часть людей ощущали выход, как бы, собственный из своего тела, наблюдали его в основном из-под потолка, и затем уходили в тоннель какой-то темный, а затем наблюдали яркий свет, а некоторые описывали какие-то очень приятные воспоминания, ощущения вот этого периода. Первые научные эксперименты по поиску души стали проводить в начале 20-го века. Американский доктор Дункан МакДоггал первым заметил, что в момент смерти человека вес его тела изменяется. Именно тогда он выдвинул теорию, что потеря веса происходит из-за того, что душа покидает тело. А следовательно, ее вес можно измерить. Проводились опыты по изучению, сколько же весит душа человека. Когда человек умирал, выявляли, что на мгновение, то есть определенное мгновение, человеческое тело становилось более легким. Вот. На определенные тоже тысячи на миллиграммы. В своей клинике МакДоггал построил специальную кровать, которая представляла собой гигантские весы с высокой чувствительностью до нескольких граммов. Он клал на эту кровать последовательно шесть безнадежно больных, находящихся в предсмертном состоянии. Когда пациент помещался на специальную кровать, то весы устанавливались на нулевой отметке. Затем за показаниями весов велись наблюдения вплоть до самой смерти больного. В момент смерти была зафиксирована потеря в весе. Не изучен сам вес человеческой души. Но вполне возможно, что вот где-то в пределах вот именно этого веса, 20 тысяч на миллиграмм, там примерно, весит душа человека. Сегодня подобными экспериментами занимается петербургский профессор Константин Коротков. Ему принадлежит разработка уникального прибора. Камеры, которая способна сфотографировать человеческую душу. Мы подаем на объект электрический импульс, либо очень короткий импульс, либо высокочастотный импульс. И под действием этого импульса возникает так называемая эмиссия фотонов и электронов. То есть объект выбрасывает из себя электроны и фотоны, которые усиливаются в электрическом поле и вызывают свечение. Прибор Короткова может улавливать необычное свечение, ауру, которое окружает каждого человека. Одни ученые предполагают, что это комплекс тонких физических полей, гравитационного, электромагнитного и молекулярного. Но профессор уверен, это свечение излучает душа человека, которая покидает тело во время физической смерти. Но мы не знаем еще того, что действительно из чего стоит душа. Тоже много рассуждений, много версий, много исследований делали. Из чего оно состоит? Оно может состоять из некой энергии, праны, что-то подобие, действительно, что находится в астральных мирах, эфирного. Вот так выглядит прибор, который может показать, какое свечение излучает человеческая душа в данный момент. Перед нами прибор, который называется ГРВ-камера. Он предназначен для регистрации газоразрядного свечения, в данном случае пальцев рук человека. Через датчик на палец человека подается электрический импульс. Механизм фотографирования подобен слабому электрическому разряду, который вызывает на кожном покрове некое свечение. Приборы его регистрируют, преобразуя в визуальные образы, а затем выводят на экран снимок силуэта человека в окружении цветной ауры. Мы с вами видим две диаграммы. Синими диаграммами отмечено функциональное состояние организма, это съемка с фильтром. Красной диаграммой отмечено состояние энергетического организма. Там, где энергетическое, функциональное состояние организма выходит из зоны нормы, это область, на которую следует обратить особо пристальное внимание. А вот так выглядит снимок ауры умирающего человека. Прибор Короткова фиксирует, что душа покидает тело в три стадии. На первом снимке человек, находящийся в состоянии предсмертной агонии. Видно, что ноги, кончики рук и плечи пока еще светятся синим цветом. Все остальное желто-красным, а это значит, что сердце и органы дыхания уже перестали функционировать. Это один из примеров перехода в измененное состояние сознания. Но это как раз пример, который связан с переходом человека за порог нашей жизни уже в другое состояние жизни, души. На втором снимке видно, что энергия выходит из тела человека через конечности. Синим цветом обозначены области рук и головы. Этот снимок сделан в момент смерти. И, наконец, третий сделан через три часа после смерти. Почти все тело обозначено ярко-красным цветом. К этому моменту душа, как предполагает профессор, уже покинула тело. Таким образом, Короткову удалось установить, что параметры свечения постоянно меняются. А это означает, что до, в момент и после смерти с энергией человека что-то происходит. Процесс, который занимает несколько дней, который занимает длительный период, и процесс взаимодействия постепенного расставания души с телом. И это соответствует всем религиозным представлениям, мистическим представлениям. Более того, Константин Коротков установил, что пространство еще какое-то время хранит информацию о том, как умер человек. Если смерть была естественной, например, от старости, то энергетика плавно меняется в течение нескольких дней, а затем совершенно угасает. Если это была насильственная смерть, то приборы показывали, что энергия долгое время как будто блуждает у тела покойного. Энергетика менялась в течение многих дней и практически на девятый день она даже не задухала. То есть она продолжала изменяться. О чем сразу вспоминаем, всякие рассказы о бродячих душах, о ходящих каких-то сущностях. Измерения энергетического уровня показали, что на первый, третий и девятый день после смерти в теле человека происходят необычные энергетические волнения. Научный прибор Короткова четко фиксирует, за телесной смертью что-то есть. Но что? Считается, что первые три дня после физической смерти душа человека еще необъяснимым образом связана с телом и находится где-то рядом. Посещает любимые места, прощается с близкими. Есть такое суеверие, суеверие или поверье, или представление о том, что первые девять дней она несомненно где-то рядом, и можно напрямую разговаривать с человеком. Просто скажешь слово, и он тебя услышит. Сороковой день с момента смерти почти во всех религиях считается переходной чертой. Моментом, когда душа безвозвратно уходит из нашего мира. По религиозным традициям душа праведника попадает в рай, а душу грешника ждут неминуемые страдания. Ну и потом финал, после сорокового дня. Это такое антижизнь, антисуществование, оно завершается. И после этого можно говорить о том, что для него наступает безвремение. То есть абсолютное молчание. Современный человек боится и не хочет знать день своей смерти. Неведенье дает надежду на то, что смерть ему не грозит. Потому бояться ее не стоит, по крайней мере пока. Наши предки, как и мы, к смерти относились по-разному. Европейцы ее боялись. В обществе даже разговоры о смерти считались неприемлемыми. Усугубляло страх и то, что продолжительность жизни, например, в средние века в Европе, не превышала сорока лет. А вот на Востоке и жили дольше, и боялись меньше. Умирание воспринимали, как неизбежную часть жизни. Ну, есть примеры, когда, например, мертвых не хоронят, а относят в такие скальные домены, скажем, вот, и оставляют птицам, да, где их выклевывают до конца, практически оставляют только кости. Это было, скажем, в Средней Азии, там, в 2000-м году до нашей эры очень распространено. Ну, и это логично, почему не вернуть биологию в природу? Ну, как, ну, мы закапываем своих мертвых в землю, да, они там существуют. Но они существуют не просто так, они распадаются на определенные, там, молекулы, атомы, которые снова уходят в природу. Похоронные обряды должны были облегчить умершему переход в иной мир. Африканские племена устраивали для покойного настоящий карнавал. Чучелами животных и птиц украшали гроб покойного, а в последний путь его провожали ритуальными танцами. В гробницу к египетским фараонам и знатным вельможам клали все, что могло пригодиться им после смерти. Посуду, оружие, лошадей, а также целую армию солдат, прислугу и всех жен. Фараон не должен чувствовать себя одиноко даже в загробном мире. Эзотические обряды там некоторых островных цивилизаций, где, например, мертвых раз в году забирают из, мумифицированных, конечно, забирают из могил или из пещер, где они хранятся, и приносят в дом. И где там в течение нескольких дней близкие родственники с ними общаются, то есть мумия сидит за столом или лежит на кровати, а потом через несколько дней ее снова относят в склеп или в пещеру. И она там еще целый год благополучно существует, пока ее снова не принесут в дом. У некоторых народов до сих пор принято сопровождать душу умершего все 40 дней. Так язычники Центральной Азии сопровождают мертвого в загробный мир барабанной дробью. Постоянно шло некое такое бдение с такой барабанной дробью. То есть день и ночь, сменяясь, как-то вот так вот тихо бил барабан, который сопровождал мучение трупа в могиле. И вот считалось, что это мучение, оно связано еще с тем, что он как бы распираем газами. И он во время гниения распирается газами. И на 40-й день, в момент, когда эти газы должны были разорвать плоти, выйти, барабан пробивался. Вместе с газами выходила и душа умершего. Теперь она свободна. В 13 веке в Японии появилась идея смерти. Для самураев смерть была смыслом всей жизни. Так велел кодекс воина Бусидо. А обряд самоубийства Сипуку не считался грехом, а был привилегией истинного самурая. Такая смерть требовала от воина большого мужества и выдержки, так как брюшная полость – одно из наиболее чувствительных мест тела человека. Там расположено большинство нервных окончаний. Именно поэтому самураи, считавшие себя самыми смелыми, хладнокровными и волевыми людьми Японии, отдавали предпочтение этому мучительному виду смерти. В последний путь самурая провожали в национальной одежде и обязательно с мечом, которым он совершал ритуальное самоубийство. В Японии верили, что после такой героической смерти душа самурая сможет переродиться, и он получит шанс на новую, более достойную жизнь. Реинкарнации, то есть те реинкарнационные воспоминания, которые есть у людей, ну, как правило, у детей, у взрослых людей, о предыдущих жизнях, о жизни своей души, в предыдущих жизнях. И здесь собран огромный материал, опубликована статистика, опубликован материал, показано, что во всех странах, не только в Индии, у детей вот такие воспоминания можно найти. И потом их можно доказать, что интересно. Это Индия, Варанаси, город мертвых. Здесь каждый день сжигают десятки умерших. Индусы свято верят, что душа обязательно переродится. Так тот, кто умирает в Варанаси, заканчивает цикл реинкарнаций, череду рождений и смертей. После сожжения душа умершего точно достигнет нирваны. Некоторые оболочки продолжают существовать, потому что надо отметить, что погребальные ритуалы, они вообще призваны содействовать быстрейшему разрушению психических оболочек после смерти. То есть тем, чтобы не существовали вот то, что мы называем в быту привидениями, там римляне называли лярвами, то есть вот как бы вот этой психической личинкой, скорлупой, то, что евреи называют клепот, шелуха, которые остаются, ну, так вот, тело, видимо, а потом трупы, психические трупы, которые тоже должны распасться. Индусы с самого рождения готовят себя к смерти. Чтобы быть сожженными на ритуальном костре, индусу приходится копить всю жизнь. Тела сжигают на поленьях из особого дерева – баньяна, килограмм которого стоит около ста рупий. Чтобы сжечь тело, надо почти сто килограммов дерева. В идею реинкарнации верят буддисты. Ислам же реинкарнацию отвергает. Ислам не допускает инкарнацию, потому что нечем реинкарнироваться. А христиане верят не в перерождение, а в полное бессмертие души. Считается, что после смерти она попадает в тонкий мир и продолжает свое существование в виде энергии, которая хранит в себе информацию обо всех прошлых жизнях. Официальная наука еще не придумала точного прибора, который мог бы доказать или опровергнуть существование загробного мира. Именно поэтому пока мы можем только догадываться о том, какая она – жизнь за гранью смерти. Однако способ заглянуть в свою прошлую жизнь все-таки есть. Человеческая душа и наш окружающий мир – это единое целое. Что единое знание, то есть единое поле знаний, так называемая биосфера, что существует понятие хранилища информации. Откуда мы черпаем знания. Когда человек умирает, он выбрасывает некую энергию, которая остается в этом банке знаний и памяти. Также можно сказать о общем магнитном поле Земли, как о хранилище остаточной информации. Информация о прошлых жизнях хранится глубоко в подсознании каждого человека, но ее можно достать даже из самых дальних уголков памяти при помощи гипноза. Сегодня это единственный способ доказать, что существование души с физической смертью не заканчивается. Где было индивидуальное сознание до моего рождения? Почему? Потому что в индивидуальном сознании есть слишком много всего, чего я не получаю от жизни. Вот допустим, вдруг человек откуда-то знает язык какой-то, который он никогда не учил. Или вдруг он знает, например, какое-то заклинание. Поэтому ученые постоянно пытаются понять, откуда мы это берем. То есть как мы попадаем в эти информационные пространства. Я видел среди обломков свое собственное тело, окруженное людьми. И как они пытались вытащить меня. Мои ноги были все перекручены. И повсюду была кровь. Эти воспоминания в состоянии глубокого гипноза описал молодой человек, которому чудом удалось выжить в автокатастрофе. В состоянии клинической смерти он пробыл почти 8 минут. В первые секунды после столкновения молодой человек ощутил полет по темному коридору. Он легко перешагивал из одного пространства в другое и вдруг осознал, что теперь свободно может говорить на неизвестных до этого ему языках и обладает уникальной способностью наблюдать за всем происходящим сверху, из любой точки земного шара. Записывал его рассказ известный американский психолог Раймонд Моуди, который в конце 60-х годов собирал и анализировал подобные случаи по заказу спецслужб США. Исследователь выпустил целую монографию для секретного пользования, которая долгое время не покидала кабинета в ЦРУ. Однако невероятным образом одна копия все-таки попала в КГБ. Создали при Центральном военно-медицинском управлении и Генштабе специальное подразделение. Войсковая часть 10-003. В Генштабе есть управление. Первое главное, второе главное – это ГУ, главное оперативное, ГРУ, главное разведывательное, там, пятое управление вооружением и так далее. А направление – это внутри них находится. Вот это третье направление, спецнаправление, и занималось этими вопросами. На деньги, которые военно-промышленная комиссия выделила на эту работу, а речь идет о нескольких миллионах, когда доллар стоил 62 копейки, да? Были созданы и это подразделения, и были подключены контрагенты. Борис Петухов впервые рассказывает об этих секретных экспериментах. Перед ним была поставлена четкая задача в короткие сроки организовать в Союзе подобные исследования и выяснить, с какой целью они проводились военными силами США. С помощью гипноза группа Петухова возвращала испытуемых в состояние клинической смерти, чтобы они могли вспомнить те ощущения, которые пережили, пока были на грани между жизнью и смертью. Я должен был в глубоком сомнобулическом гипнозе у людей, которые ничего, кроме черноты и беспамятства после реанимации или воскрешения не имели, вернуть их назад в тот период, когда у них была там черепно-мозговая травма, гематома, то есть кровоизлияние. Я возвращаю ему память о пребывании на том свете, и мы пишем энцефалограмму. Для исследования были собраны тысячи испытуемых. Все они проходили психологическую подготовку, полное медицинское обследование, а затем проверялись на детекторе лжи. Они рассказывают, другие говорят, что не помнят, третьи начинают фантазировать. И поэтому мы четко селектировали от обычной лай-детекции, то есть детектора лжи, полиграфа, до тончайших методов семантического анализа, контент-анализа. Это очень сложные методы. Из огромного числа пациентов отбирались те, которые находились в состоянии клинической смерти более пяти минут. Было установлено, что именно после такого промежутка времени пребывания в бессознательном состоянии человек в силах вспомнить и описать свое путешествие. Чтобы выяснить детали пережитого околосмертного опыта пациентов, была разработана специальная аппаратура. Для исследования вот этих феноменов на тонком электрофизиологическом уровне ЦНИМАШ разработал очень большую, мощную систему компьютерную с 24 каналами записи электрофизиологических функций типа энцефалограммы, кардиограммы, миограммы и так далее. Неинвазивно, то есть недистантно, без проводов. То есть вот эти электроды наложены на части тела сзади передатчик, и это на расстоянии 200 метров все фиксируется по 24 каналам. Это очень дорогая работа. Пациентов с помощью гипноза раз за разом возвращали в состояние клинической смерти. До тех пор, пока они не научились входить в него самостоятельно. Для дальнейшего развития таких паранормальных способностей было отобрано несколько испытуемых, которые показали самые высокие результаты. Они быстро и ускоренно были подготовлены нами, преподавателей 20, которые, в том числе и вот эти феномены, о которых я говорю, они преподавались им. И в гипнозе их обучали этим феноменам видеть на большом расстоянии проскопия, читать мысли, проводить разведку, ну, военную. Программа получила название дистанционного наблюдения. Способность самостоятельно войти в состояние, когда душа выходит из тела, открывала фантастические перспективы. Сверхвозможности человека использовались в первую очередь в военных целях для получения разведывательных данных. Человек, обученный этому, кладет руку на Тихий океан и водит. И говорит, авианосец маркета какой-то вышел из Гонолулу и движется к Австралии. В Тихом океане авианосец меньшего размера и еще два объекта. Группа, которая была обучена этому, реально участвовала в первой и второй чеченской. Звучит невероятно, если бы не реальные воспоминания людей, которые были опубликованы спустя много лет. Похожие статьи выходили и в американской прессе. Так выяснилось, что в США тоже занимались подобными исследованиями. По одной из версий, именно для этих целей в начале 60-х доктор Раймонд Моуди начал собирать материал, изучая показания своих пациентов, которые побывали в состоянии клинической смерти. Вот эти процессы, связанные с душой, с поведением души вне тела, они нам абсолютно неизвестны еще. Мы только-только нащупываем какие-то точки, когда это можно посмотреть, но еще исследование, естественно, только-только начинается. Исследования показали, что у пациентов, которые находились в состоянии клинической смерти около пяти минут, воспоминания были расплывчатыми. Те, кто были за гранью более восьми минут, могли детально вспомнить то место, где они были. А в тех редких случаях, когда пациенты пребывали в состоянии клинической смерти более 15 минут, они вспоминали совершенно фантастические вещи. Люди не только с точностью описывали место, где находились, но даже помнили ощущения и запахи. После пяти начинаются интересные вещи, связанные с трубой, туннелем, полетом, показом мозговой пленки жизни, ретроспективы человека. И впервые возникает эффект очень интересный. Вся жизнь, прокрученная в ретроспективе, как мозговая пленка жизни, видится впервые единым, законченным, гармоничным целым, в котором нет ошибок. Испытуемые описывали ощущения полета с невероятной скоростью по очень длинному коридору, в конце которого был виден свет. Они вспоминали, что наблюдали за своим телом как бы со стороны, узнавали свою одежду и даже могли различать шрамы на своем теле. Эти исследования подтверждают теорию о том, что в момент смерти сама душа воссоздает свое тело в виде некой голограммы или фантома. Появляется уникальная возможность проваливаться в пространстве. Абсолютно все предметы, стены и окружающие люди перестают существовать физически, сквозь них легко проникнуть и невозможно за что-либо удержаться. Около 15 минут после цветовых пространств с измененной топологией, какими-то астробоскопическими квантовыми передвижениями в пространство времени возникают невесомые хрустальные конструкции. Это такие вот замкнутые бутылочные города, напоминающие большую бутылку с узкой горловиной, диаметр которой 5 километров, а длина там километров 20. Ученые предполагают, что после 12-13 минут клинической смерти наступает феномен сверхзнания. Именно за этим и охотились спецслужбы США и Советского Союза. Ведь в этом состоянии любая вещь, маленькая деталь на уровне атома, понимается так же хорошо, как структура всей Вселенной. А государство, которое будет обладать подобной тайной, станет непобедимым. Описаны периоды, так сказать, времени, после чего удалось восстановить, так сказать, жизнь. Ну, есть разные описания, как взрослых, так и детей, до 25, даже до 30 минут. Исследователь загробного мира Наталья Илясова пришла к выводу, что жизнь после смерти существует, и человек ощущает себя в новой оболочке намного легче, чем в физическом теле. Что человек, когда умирает, душа выходит из тела и выходит уже в другой мир, в другую, как бы, вот по нашему страну, город и так далее. И я не вижу, ему наоборот там хорошо, лучше, легко. Но в то же время они как там живут, вот как мы здесь в церковь ходим, так же они в чистилище находятся. Они так же общаются друг с другом, но они не скорбят, они не чувствуют боли. Получается, что полное блаженство, нирвана и рай все-таки существуют. А возможность их увидеть зависит лишь от того, верит ли человек в жизнь после смерти или нет. Это параллельная жизнь с нами. Мы живем, и они живут. Единственное, мы домой входим к себе в квартиры, в дома. У них дом, кладбище, они там все собираются. Когда я захожу на кладбище, их там много, представьте. Энергетические тела стоят, и все смотрят на меня. Я их вижу. И каждый тянет. к себе, чтобы что-то либо передать своим родственникам. Это есть, на сто процентов знаю. Многие народы считали, что последующая жизнь мало отличается от земной, а загробный мир выглядит почти так же, как и реальный. А значит, душе необходимо питаться, пользоваться вещами и платить налоги. Например, у китайцев даже существует понятие венда. Официальные повестки из загробного мира своеобразного письменного распоряжения. Подобные документы были обнаружены при раскопках захоронений второго века до нашей эры. По верованиям древних китайцев, в загробном мире существовали свои законы и даже была отдельная валюта. Так были созданы деньги мертвых. Чтобы переслать немного денег своим родственникам на тот цвет, необходимо было просто их приобрести за обычную валюту, а затем сжечь. Китайцы поняли, и они стали сжигать эти деньги, которые покупались за настоящие деньги. Заметьте. То есть, это конвертируемая валюта. И можно сказать, что мы переводим эти деньги предкам, можно сказать, что мы переводим наше жизненное время, выраженное в деньгах, сатане, который является куратором экономического процесса. Загробная валюта ничем не отличалась от реальной. На ней также были регистрационные номера и название банка. Посмертные деньги в современном Китае можно приобрести в специальных магазинах, в которых также можно купить бумажные подарки для мертвых, в том числе и свадебные. Ведь считалось, что на том свете можно жениться, разводиться и даже воспитывать детей. Ко мне пришла женщина, умершей дочерью. А я ей говорю, вы знаете, она сейчас не одна. Такое ощущение, что они там или женятся, вот так же живут, как мы. Потому что я ее увидела, она даже мне имя назвала. Я говорю, с Алексеем, он рядом со мной, лежит, и он в военной форме. Мама потом пошла, проверила на кладбище, рядом с ее могилкой, да, стоял памятник, его звали Алексей, он в военной форме. Только, правда, ему было в тот момент, когда он умер, лет около 50. А девочке это там буквально 20 лет. Я так понимаю, что у них нету вот этого возрастного, как у нас. Ощущение смерти похоже на сон. Это не больно и совершенно не страшно, говорил академик Иван Павлов. Великий ученый ушел из жизни так же, как и Сократ, совершенно осознанно, заранее подготовившись. Доктор Павлов был единственным человеком в мире, который описал состояние приходом смерти. Что происходит с человеком, когда отключаются какие-то органы. Его помощник это все записал. Доктор Павлов с точностью описал, что действительно начинают отниматься ноги, отнимаются там руки. То есть отток крови происходит. В каких-то органах уже останавливается кровь. Лежа в ванной, наполненной холодной водой со льдом, академик начал медленно умирать. Все это время Павлов внятно пояснял, какие процессы идут в его теле. Предлагал потрогать ученикам его руки, комментируя, что начинается трупное окоченение. Павлов, скорее всего, первым, ну, то, что он осознанно пошел на это дело, и все-таки он хотел увидеть, что, как отделяться будет душа. Может, он хотел это увидеть, что происходит с человеком, и что действительно происходит с человеком в пограничном состоянии. Видит ли человек действительно тоннель, или что-то приближается к человеку. Удалось ли академику увидеть тоннель, о котором рассказывают все те, кто побывал на грани жизни и смерти, остается загадкой. Быть может, темный путь и свет в конце этого пути всего лишь галлюцинации, и за гранью жизни ничего нет? Здесь несколько объяснений может быть. Может быть, объяснение научное, квазинаучное, фантастическое и так далее. Может быть, это феномен психологии человека, который в состоянии, скажем, кислотного голодания мозга или еще чего-то, у него начинают проявляться некоторые видения. Человек не может перехитрить смерть, не может предоставить никаких доказательств, загробной жизни, снять на пленку или сфотографировать иную реальность, которая находится за гранью смерти. Мы все равно не можем научно это подтвердить. Мы не можем вживить какой-то чип, который фиксировал бы там видение человека и там давал бы нам картинку, вот как на телекамере точную. Мало того, еще мы должны сначала поставить свет, позвать операторов, да, баланс белого выставить. А как мы можем иначе доказать, что это правда, а не некоторая мистификация. Основатель петербургского хосписа Андрей Гнездилов видит людей, обреченных на смерть каждый день и не сомневается, что процесс умирания лишь переход в иное состояние. Однажды врач договорился с одной из своих пациенток о том, что тот, кто раньше умрет, даст знак, есть ли жизнь после смерти. Я забыл уже об этой договоренности, когда больная умерла, и среди ночи однажды я просыпаюсь от того, что горит свет. Я сажусь, чтобы выключить свет, думая, что я забыл его. Вдруг вижу свою больную, которая сидит напротив меня. Я радуюсь и здороваюсь, начинаю говорить, она все молчит. Меня напрягает это молчание, я не понимаю, почему она молчит. И тут профессор вспоминает, что его пациентка давно умерла. Доктор понимает, что все это сон, и что вот-вот он должен проснуться. Он ложится в постель, гасит свет и пытается заснуть. Но проходит время и ничего не меняется. Его больная все так же сидит напротив него. Такая ясность восприятия, которое не бывает во сне, я до сих пор не считаю это сном. Древние считали, что человек каждую минуту переживает маленькую символическую смерть. Ложась спать и расслабляя все тело, мы умираем. Любая остановка, расставание это тоже небольшая смерть. Ведь переходя через порог, мы прощаемся с прошлым, а значит рождаемся заново. Именно поэтому наши предки не боялись смерти. Они верили в то, что за ней последует новая жизнь. Так что же такое смерть? Рождаемся ли мы только для того, чтобы умереть, или конец жизни это всего лишь начало чего-то неизведанного. За тысячи лет развития современной цивилизации отношение к смерти почти не изменилось. Человек по-прежнему верит в бессмертие души, а современная наука давно доказала, что смерть не является абсолютным концом человеческого существования. Ведь после смерти физического тела поток сознания или душа в том или ином виде продолжает существовать где-то в просторах Вселенной. А это может значить только одно жизнь после смерти существует. Остается только добавить, какие бы оптимистические перспективы для жизни после смерти не рисовала нам религия и наука, абсолютно убежден, что это ничего не меняет. Жить надо красиво, правильно и обязательно счастливо в этой жизни. Потому что, во-первых, никто не знает, как там на самом деле, а во-вторых, если ты по-свински живешь сейчас, то где гарантия, что там что-то изменится?